я татьяна бенз это 365 инфо здравствуйте сегодня у меня в гостях человек который совершенно не нуждается в представлениях но все-таки я скажу что это актер режиссер продюсер комик и в общем сейчас даже почти общественный деятель нуртаса дамбай здравствуйте говорить мы с вами будем сегодня тема нашей беседы это латиница против кириллицы казахский язык горячо она обсуждается как вы сами относитесь к переводу казахского языка на латиницу я вообще честно говоря за эту идею вот причем я считаю что этот переход можно было осуществить и раньше да по примеру там соседних наших стран там узбекистана туркменистана азербайджан тот же самый вот ничего страшного я в этом не вижу то что мы будем переходить и все которые опасения сегодня возникает у людей да которые они там отражают своих комментариях соцсетях я думаю они напрасны потому что к этому вопросу лично я отношусь так что я сам учился на лингвиста да в свое время вот изучали мы там разные языки лексикологии так далее так далее все что связано с языками я считаю что латинский алфавит он гораздо удобнее все равно под казахский язык вот и даже если взять там то что мы пользуемся в обиходе да в быту там в телефоне раскладка да когда ставишь нынешнюю казахскую клавиатуру да там 44 буквы и сколько там всякие знаки там на пол экрана и это очень неудобно на самом деле вот поэтому я считаю что латиница это очень хороший вариант для нашего языка а почему как вы думаете так много споров вокруг этого но довольно технического вопроса по большому счету ну у нас люди честно говоря как мне это видится да они привыкли все воспринимать в штыки да если почитать комментарии там пишут это дорого столько денег на это тратить и так далее да но на этот счет у меня такое мнение все равно мы этих денег не видим ну пусть хотя бы это будет потрачено там на латиницу а то такое ощущение что весь народ собирается решает как тратить бюджет да как будто народ это слушает да и пик его давайте туда потратить но это на самом деле же дорого и будет довольно неудобно я не согласен с тем что это будет неудобно но дорого ну а чего у нас дешево делается в стране универсиада дешево представляете какое количество вывесок нужно будет сразу заменить эти вывески нет как я вижу здесь же не идет речь что все там с 1 января там такого-то года все заменить да это как старые банкноты да то есть какое-то время они еще пользуются спросом да то есть используется в обиходе вот потом как бы заменяется те же самые вывески это не самое страшное и не самое дорогое тем более что сейчас как бы не нужно сотни тысяч книг переделывать и так далее сейчас существует интернет вся информация хранится в интернете то есть физически что-то там перепечатывать переопубликовывать это мне кажется не нужно то есть это гораздо дешевле сейчас дай перейти на латиницу нежели чем наверное раньше я вот честно говоря я в последнее время не видел что там люди в библиотеке ходили потому что вся информация есть в интернете да то есть те же самые файлы просто заменить там с кириллица на латиницу мне кажется все нормально ну в азбекистане в том же самом да нормально это сделали каких-то проблем я прям я не вникал конечно какие-то там детали да там их перехода но я не видел чтобы там люди там спрыгивали с мостов или с крыш домов потому что там перешли на латиницу многие кто выступает против говорят о том что это такой осознанный отказ от но от русской культуры которая во многом сформировала в том числе и современную казахстанскую культуру до этого багажа интеллектуального и гуманитарного вот эта тема национальная насколько ее она сюда насколько искусственно приплетена или на самом деле есть вот это желание так откорчеваться отмежеваться от прошлого ну мое мнение на такое да как бы мы хотели или не хотели от кого-либо там отмежеваться да и закрыться там забором казахстан и россия это те два государства которые физически рядом находятся на самая большая граница да там в мире да между которые существует между государством поэтому в любом случае мы всегда будем соседями всегда мы будем там союзниками да то есть хотим мы этого нет нам приходится да поэтому вопросы какого-то отмежевания да или там кто-то из депутатов там сказал мы отдаляемся от русского мира так называемый мне кажется это все какие-то знаете опять же элементы но просто люди воспользовались этим да они говорят вот если там на латинский перейдем все мы русский язык забудем это глупости на самом деле или потому что мы там от россии будем отдаляться только из алфавита нет я считаю что ну вот например вот я живу у меня есть квартира да у меня есть соседи да я с ними там отлично лажу да там мы пойдем друг другу чай пить там когда нужно там соль спички друг у друга просим да но в своем доме я буду сам лучше решать как мне удобнее да куда мне поставить диван куда поставить телевизор и так далее вот я не должен при этом думать насколько соседу будет комфортно когда он ко мне домой придет я рад видеть своего соседа я его буду приглашать домой но пусть у меня дома будет так как мне будет удобно я считаю что наверное следует как бы придерживаться этого принципа вот это же не значит что мы там поменяли себе алфавит и все мы там теперь против кого-то или еще что-то нет конечно вы говорите что не так давно сами начали заниматься изучением языка родного на какой стадии вы находитесь на каком уровне как бы вы себя оценили я честно скажу ситуация не такая что там каждый день там сижу с репетитором и так далее я сегодня стараюсь больше читать на казахском естественно базовая то у меня есть но база да там вот тем более что там родился там в таразе и так далее то есть на юге казахстана где казахский язык более распространен нежели чем там на севере страны вот база есть поэтому я ее подкрепляю именно тем что читаю да я сегодня не вижу каких-то проблем даже с доступностью к казахскому языку кто хочет он на самом деле он выучит да вот кому это надо да те учат да кто в принципе не видит какой-то в этом необходимости тот и этими не занимается да для нашей страны это наверное не самая нужная вещь сегодня искать вот эти камни преткновения да в языке в алфавите и так далее сейчас то самое время когда нам нужно объединяться да когда нужно в хорошем смысле объединиться и показать миру чего мы стоим да там развивая технологии да там строя заводы там фабрики дороги нормальные да вот этим нужно сегодня заниматься а то что я где-то даже соглашусь с тем мнением что на самом деле вопрос вот этой латиницы алфавита в какой-то степени на самом деле создан может быть этот прецедент данную эта тема да я отвлечения от каких-то может быть более серьезных проблем которые существуют нашей стране потому что как бы ну понятное же дело что на такие вопросы у нас люди реагируют сильнее да выйдет статья да к примеру там посадили такого-то чиновника который там похитил столько-то столько мы настолько к этому привыкли что мы относимся к этому как прогнозу погоды уже на цифры даже не смотришь потому что удивляться уже просто нечему да поэтому и не комментируется всегда анализирую да там сколько лайков вот такой статьи сколько комментариев какая дискуссия вот но вопрос там алфавита хотим поменять алфавит сразу множество тысяч лайков комментариев люди начинают там между собой ссориться да там наличные где-то переходить каждый там пытается свою правоту доказать к сожалению да вот такие вот вещи они на самом деле не никак не консолидирует наше общество наоборот как-то разделяет что не свое время вы в проекте наша казаша впервые начали смеяться над собой и над своим шала казахским языком и это тогда разрядило я очень хорошо помню это разрядило вот эту сложную языковую обстановку потому что многие шала асфальтные да как и не себя называют до сих пор стесняются говорить на казахском когда мы придумали шала казахский язык тогда где-то но это же был стеб да это стеб был прежде всего например но как я это воспринимал стеб меня самим собой я понимал что да я сегодня казах который родился в казахстане но там не говорит по-казахски там совершенстве да там когда я чисто вот и мы стебались над этим но цель была такая чтобы это знаете у нас как да народ привык вот задел за что-то за живое за гордость задел он такой ах да точно мы на самом деле вот там язык у нас нечистый потому что у нас вот так вот смешивается да мы над этим постебались мы почему не стали продолжать это потому что где-то мы поняли что но это как своевременные инъекции что ли да все время колоть человека там даже очень хорошими дорогими препаратами да он все равно от этого умрет все должно быть дозировано вышло у нас там несколько сезонов нашей казахи с этим героем дальше мы не стали продолжать потому что однажды ко мне подошел взрослый человек на каком-то мероприятии он говорит у детей уже какая-то мода пошла так разговаривать они вот смотрят я понял в тот момент что все да то есть обратили мы внимание общественности на этот вопрос да дальше не нужно да превращать это какой-то какой-то тренд да там какую-то моду среди молодежи у нас проблема в том что те люди те лица которые должны заниматься этим вопросом которые получают за это зарплату они не всегда находят правильный подход да примеру был случай мне давным-давно там звонят говорят мафтас вы же там проводите мероприятия на концерты и города вот у нас будет в каком-то городе мероприятие на площади собираем людей концерт посвящен там ну то есть развитие там казахского языка изучению казахского это нужно привлечь привлекать людей игру ну все хорошо договорились после этого мне звонят о извините а вы по-казахски говорите я буду очень плохо ну как бы да не не так хорошо не горит ой извините а как вы тогда такой концерт будете вести ну тогда извините мы там другого найдем и вот тогда я вопросом задал я говорю вы каким образом хотите собрать людей которые не знают казахский язык и на казахском в чистую до объяснить что нужно знать казахский язык я бы здесь уже в корне и сам подход неправильный к ним должен прийти такой же как они и сказать ребята да на том языке который не знает давайте учить казахский язык потому что вот то 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 есть к сожалению как и во многих да у нас сферах да в нашей стране здесь там огромные деньги тратятся ради какой-то мне кажется галочки да там все выделили там миллиарды там на свои языка и как будто она сама по себе должно произойти денег может быть там у любого другого государства да там то есть но как правильно их использовать да вот это уже другой вопрос зачастую мне кажется мы не очень правильные расходы но вы очень мягко выражаетесь я бы сказала ну как бы мне в этой стране еще кино снимать нуртас вам не звонили сверху когда вышел первый сезон казахи с учителем учителя на нет не просили закрыть острова тему как-то потому что все равно болезненная до сих пор если она болезненно 25 лет прошло очень болезненная тема на самом деле я соглашусь но нет тогда нам никто не звонил возможно звонили руководству канала да тогда директором ктк был арман шураев наверное ему звонили насколько я помню вроде даже он как-то говорил о том что какие-то там звонки поступали но у нас там было много всяких тем за которые могли звонить там и суди да там у нас были там кого-то не было и гаишники были мы как бы по всем сферам так проходили поэтому мне кажется он даже сам запутался за какой вопрос кто ему звонил да ну видать тогда очень успешно отбивались что никакой практически цензуры у нас не было то есть нам разрешали шутить как мы хотим что мы хотим поэтому мы свободно писали сценарий ни у кого не редактируя и ходили снимали показывали но это просто какой-то идеальный мир ну наверно у нас был кстати герой аким аким района вот очень смешно и дядечка вот его не дали да и мы его сказали лучше эту тему не трогать но это было когда там лет 8 про кино мне понятно почему нуртаса дамбай снимает комедии ну вот вы и начали и вы в этом жанре да вот мне кажется как рыба в воде но в то же самое время ваш тарас который вышел успешный проект он совершенно противоположного же комедия это коммерческая история в смысле новая комедия или вы поняли что вот в этом трэше реальности да вот той вот которая была в таразе да вам не комфортно как режиссеру я вот в настоящее время пишу комедию готовимся мы к съемкам но и понимаешь что мне хочется снимать другое кино все равно потому что уже попробовал тарас уже попробовал в лифт да но здесь уже такой творческий момент драмы наверное это то кино где есть хорошая такая интересная возможность покопаться в душе героя да в его переживаниях да там можно больше отобразить на самом деле то что сегодня происходит в нашей стране да то есть показывая обычных людей мы в принципе показываем то где мы сегодня живем то где сегодня находится наше государство да и когда там в таразе мать пьет ребенка за то что он накал лекарства у нас вся съемочная группа которая сидела в соседней комнате все плакали и все плакали потому что все понимали что это наша сегодня суровая реальность да мы не показываем там мексиканцев каких-то мы не показываем что там все казахстанцы ездят на мерседесах да как некоторые думают мы показали вот обычных людей вот поэтому как я недавно своим сказал к сожалению для того чтобы снимать серьезное кино нам сегодня приходится возвращаться к комедиям потому что ну драмы конечно такую кассу не собирают как комедии потому что это ну не массовое кино куда там не берут детей бабушек дедушек дано драмы не будет поэтому мы вынуждены может быть даже где-то снимать комедии но опять же здесь такой творческий момент да как-то вынужден вроде снимать начинаешь писать но понимаешь что это в любом случае кино да и любом случае ты то есть я работаю так чтобы на сто процентов выложиться и чтобы это получилось добротное интересное такое смешное кино в любом случае комедии нужны потому что ну и так жизнь да мягко говорят не сахар да и не шоколад да поэтому где-то все-таки хочется чтобы люди имели возможность прийти на отечественное кино расслабиться посмеяться где-то забыть там о своем дту о проблемах да просто какое-то время поднять настроение это тоже нужная вещь поэтому я сегодня не позиционирую себя там как режиссер там комедийного жанра или там драмы да я просто режиссер которому интересно сегодня снимать разные кино и где-то сейчас есть там в мыслях проект соединить да то есть снять такое жизненное кино где будет и юмор где будут затронуты и более серьезные темы насколько вы строги к самому себе как как творческому человеку на сколько процентов вам нравится результаты вашей работы вот это честно говоря хороший вопрос потому что ну вот сейчас например у нас фильм лифт да есть смонтированный вариант я его еще не смотрел вот потому что честно говоря и в очередной раз это уже был пятый раз когда я после просмотра первой сырой версии да там рыбы как мы называемые я сказал давайте может удалим это и не будем никому показывать я не не очень люблю иногда смотреть свои работы потому что я понимаю блин вот здесь надо было сделать так блин здесь надо было не жадничать надо было вот это вот сделать да ну и ладно да просто бывает ты снимаешь когда на свои деньги снимаешь да ты понимаешь что блин дорого все ради там четырехсекундного плана вызывать кран там за полторы тысячи долларов да ты думаешь ну и ладно пусть этого плана не будет этому зато там полторы тысячи сэкономил что-то другое снял а потом когда уже все смонтировано все ты смотришь но ты же помнишь об этом и ты думаешь может стоило тогда потратить двойне обиднее когда ты видишь что там национальная наша компания до которая тратит миллиарды тенге на то кино которое не особо там честно говоря пользуется спросом у населения вот здесь обидно очень бывает потому что понимаешь что можно было на такие деньги такое снять что и в мире не стыдно показать да и вообще кино это та вещь на которой мы можем зарабатывать деньги если бы опять же все те средства которые сегодня выделяются на кино из бюджетных средств тратить ну блин по-другому да более какое-то креативное мышление включить это же это мы привыкли что кино это расходная часть все туда как в бездомную бочку уходит 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 и ничего оттуда естественно не возвращается но на самом деле государство могло делать на этом деньги да то есть вложил фильм там два миллиона долларов пять миллионов долларов что в принципе и вкладывается и гораздо больше вкладывается но запустить на мировой прокат да собрать деньги там с китая с америки с европы здесь можно зарабатывать да и имидж государства да потому что кино все равно это интеллектуальный труд да это не памперсы выпускать не унитазы и не а-ля там мы собираем машины да там привезли распаковали там колеса вкрутили и как бы там и машины на казах фильм не приходили со своими проектами пробовали ходил ходил на казах фильм приносили мы с я приносил сценарий вот операции махаббат нашей комедии да тогда мне сказали это вообще не смешно вы что и так далее да долго ходил честно говоря туда и руки где-то наверное чуть не опустились да потому что ну на самом деле там одним людям показал не играть да не там после этого там что-то другое сняли знака за фильм пришел да нет и там что-то сняли да если думаешь может на самом деле это не мое может им виднее вот но как вот есть же да там известная фраза да можешь потерять веру во что угодно в кого угодно но только не в себя вот до конца верил и когда уже я видел отчеты по кинотеатрам что во всем казахстане во всех кинотеатрах полные залы восторженные отзывы вот тогда и понял что оказывается нужно верить до конца да если один раз поверил надо сделать так чтобы никто не смог повлиять на твою веру вот в четырнадцатом году у нас вышла килинка собина которая сегодня побила рекорд по кассам сборам до отечественной это был четырнадцатый год сегодня семнадцатый год за эти там три там сколько лет прошло три-четыре года до ни разу отказа фильма не поступило к нам предложение снять что-то совместно да то есть они уже есть деньги это же не их личные деньги это государственные деньги наши в том числе и я не знаю чем они думают если я был президентом казах фильма я собрал бы там всех этих советников помощников сказал бы ребята покажите рынок что сегодня как собирает да я сказал кто вот этот человек который вот это снял и вот они из 160 тысяч долларов сделали вот столько-то денег да позовите его давайте мы ему дадим денег давайте пусть он снимет это им хорошо просто они завтра отчитают и скажут смотрите какое кино мы снимаем весь казахстан смотрит государственные деньги не зря тратятся да и нам хорошо потому что у нас был бы бюджет такой чтобы мы там не экономили там на гримерах на декораторах и еще на чем к сожалению этого не происходит и это не за то что там кто-то плохой кто-то хороший мне кажется просто чтобы работать в кино да чтобы решать сколько денег на какое кино тратить нужно наверное самому понимать и любить кино да критики насколько я знаю ваше появление на наших киноэкранах восприняли довольно так прохладно если не сказать совсем ужасно насколько вам все равно или не все равно вы хотели бы стать любимцем критиков это я не помню чтобы это прозвучало от кого-то связан там с выбором критиков вот просто мы в первый в первый год мы там не участвовали потому что у нас недопонимание произошло нам сначала сказали что это будет просто марафон кино мы согласились дать свою картину потом выяснилось что там будет жюри у нас естественно вопрос возник а почему вы не предупредили да как бы ну надо было хотя бы спросить хотим чтобы нас кто-то оценивал или нет да как бы поэтому тогда мы не участвовали второй год мы не смогли участвовать потому что мы были на съемках фильма тарас уже и вот в этом году у нас тарас кстати на выборе критиков мы забрали главные номинации там лучше жанровое кино лучший саундтрек лучшая мужская роль и еще что-то лучшее три или четыре номинации я уже что-то не помню вот то есть там все нормально да то есть опять же где-то человеческий фактор играет роль да а насчет тех критиков которые там любят понаписать опять же здесь как мне это видится да если ты хочешь что-то критиковать ты наверное должен быть компетентен да вот в этой сфере в этом вопросе а просто там написать да ну это какая-то фигня но это любой дурак можно писать человек если что-то смыслит вообще в кино понимает он естественно оценит эту работу и он знает сколько вложено в такое кино мне гораздо важнее знаете почему мы там этот свой тарас да там сняли и по фестивалям возили после его съездил на один фестиваль там были такие люди как там адель шагишев это профессор в гика да который возглавляет там сценарное мастерство мне было безумно интересно с ним поговорить то что ну человек учит людей да там как писать сценарий во вгике там возглавляет высшие там курсы дежиссуры до сценарного мастерства россии вот он посмотрел тарас и мне было безумно приятно с ним поговорить и интересно потому что вот ему сильно понравился фильм он говорит ну классно то что без всяких взрывов там и так далее злых лиц вы показали что на самом деле страшно может когда за тобой гонятся какие-то такие вещи в этом мнению не очень интересно да вот там среди режиссеров этом с продюсерами общался там они говорят российские продюсеры вовсю там обсуждают феномен килинки сабины в казахстане что появилось национальное кино которые все смотрят комедии так далее да это мнение не интересно а мнение какого-нибудь там вани там серика берика который сидит у себя дома на порванном диване да и разбитый свой смартфон что-то пишет да это полная фигня ну как бы пусть это мнение у него и останется на это естественно не обращаю внимание зачем а что за проект с тимуром бекмамбета он говорит он вас благословил мы на самом деле да мы еще с прошлого года ведем переговоры с тимуром мы в прошлом году и познакомились вот мы все хотим что-то сделать совместное да честно говоря я ему рассказал несколько идей вот удивился тому что все ему понравилось да очень очень адекватный очень такой разумный взрослый человек мне очень импонирует честно говоря да тимур особенно после личного знакомства вот поэтому мы должны были елки 5 я должен был снимать причем идею для пятых елок для новеллы я ему стал на той же встрече да ему сразу она понравилась мы стали этом разгонять вот но тогда у нас как раз тарас примером было я не хотел торопиться да то есть я думаю больше подготовки нужно поэтому я сам отказался тогда я сказал давайте на шестые елки посотрудничаем потому что сейчас я не хочу там в попыхах все это делать на шестые елки я уже написал сценарий уже его там утвердили и так далее но там какие-то там начались это загвоздки в переговорах до такой контракт подписать такой вот ну мы опять же не захотели терять время сказать давайте лучше уж вы какое-то примите решение да мы готовы пока вы там думаете принимаете мы будем снимать свое кино но мы и лифт за это время сняли сейчас вот новую комедию с ними то есть мы опять же мы не хотим там за кем-то бежать да там посмотрите на меня как бы наши работы наверное говорят за нас поэтому самое главное не останавливаться я считаю самое главное вот если что-то получается нужно дальше развивать это какая у вас цель как у кинорежиссера может быть оскар может быть есть у вас эта цель об оскаре мечтаете конечно да ну какой режиссер не мечтает об оскаре да вот конечно хотелось бы да у стать первым там не знаю казахстанским режиссером который получил оскар да ладно не первым вторым вообще это оскар взять да но не за саундтрек конечно какой-нибудь да но взять там за джессуру да я понимаю что работая в казахстане естественно мы оскар вряд ли возьмем либо мы возьмем его очень-очень через 50 лет да вот конечно нужно где-то стремиться на запад где-то там нужно снимать где-то там нужно показать себя вот поэтому мы не снимаем такое кино как-то раз как лифт потому что мы хотим через фестивали чтобы у нас появилась возможность где-то там зацепиться да с кем-то познакомиться кому-то показать это за ли вообще классно я иногда все говорю чувак ты такой счастливый человек на самом деле потому что но мне удалось превратить любимое дело в работу да то есть я как бы и получаю удовольствие от того что снимаете но еще и ну это моя основная деятельность за то что сегодня меня кормит вот поэтому вот такой вот я счастливый человек нуртас адамбай режиссер актер продюсер просто счастливый человек спасибо большое нуртас успехов спасибо вам спасибо